Так, вторая волна. Ну, тут много вопросов. Паникеры очень волнуются. Говорят, что вот вторая волна. Сейчас всех накроют. Ужасы начнутся. Вот это меня больше расстраивает, кстати говоря, в поведении власти. Значит, может возникнуть вторая волна. Вот это главный тезис. Может. Вот, но рассуждать о том, что может, а что не может случиться, ну, нужно всё-таки как-то научно обоснованно есть учёный, можно модель сделать. С моей точки зрения, вторая волна, ну, маловероятна. Потому что произошло вот это уже взаимное заражение. Люди в компаниях, там, уже больные, приходили, заражали. Особенно в компаниях, где они, там, близко друг от друга работали, в коллективах. Модель надо делать. Модель, которая покажет, насколько это, ну, вероятно. Русский! Вот прав оказался. Значит. Вместо этого какие-то, ну, несерьёзные рассуждалки. По мнению специалистов в области здравоохранения, вторая волна очень вероятна. Ну, любой врач, любой, любой эпидемиолог, там, если существует одна миллионная вероятность того, что, там, произойдёт заражение, он скажет, да, есть вероятность и необходимо носить маски, там, на пляже, где жёсткое ультрафиолетовое облучение. Там существует вероятность, что вирус на пылинке, значит, от больного перелетит к здоровому. Причём пылинка будет лететь так, чтобы загородить вирус от солнца и попадёт точно на слизистую или рядом со слизистой. А человек рукой эту слизистую, там, достанет, вытирая лицо, миллиардная, там, вероятность. Но она существует. Любой врач будет говорить, значит, максимальная защита. Стей хоум, сидеть дома, не выходить на улицу, носить маски везде, где только возможно. Ответственный политик должен регулировать это, понимать, насколько это, там, вероятно или невероятно, сколько это стоит. Кстати говоря, какое-то создаёт паническое настроение. Я не сомневаюсь, что ещё несколько, там, не месяцев, лет придётся лечить американцев от этой паники, которая, ну, в общем, психического заболевания, которое было создано искусственно. За счёт, ну, вот, развития этой паники, внедрения в общество, там, три месяца люди просидели дома, теперь им говорят, вы, может быть, больны, носите маску, вы можете заразить кого-то. Ну, эпидемиологическое, так сказать, состояние сегодня такое, что, ну, конечно, есть вероятность того, что человек вышел и тут же заболел и тут же начал заражать остальных. Но вероятность этого, ну, микроскопическая. Нет, любые расходы. 4 июля, закрыты все пляжи. Ну, это же удар по психическому здоровью людей. Им нужно отдыхать, им нужно общаться. Нет, всё закрыто, нельзя, велосипедную дорожку мне перекрыли. Понятно, в чём там дело, так сказать, на самом деле. Губернатор, который сдаёт приказ продолжать носить маски, продолжать, значит, сохранять эпидемиологическую опасность, он заинтересован в том, чтобы, ну, к нему прислушивались, его, наконец, заметили, а его существование, я это проверял. Какой губернатор? Как фамилия? Я говорю, вот Ньюсом, первый раз слышу. Это американцы. Вот. Каждый день пресс-конференции, да не одна, а две приказы оставаться дома. Почему? Приказ ходить в масках по пляжу. При жёстком облучении, где вероятность заразиться именно из-за жёсткого солнечного света, ультрафиолетовой составляющей, ну, миллиардная. То есть вы ходите в ситуацию, там, постоянного обеззараживания, там, атмосферы, окружающей среды. Поуправлять хочется. Хочется быть важным, хочется показать, вот мы какие заботливые, по мнению специалистов по здравоохранению. Давно уже нужно было математическую модель создать. Всё обсчитывается, вероятность повторного заражения, всё то же самое. Возможно повторное заражение. Мы не знаем, но оно возможно. Вот никогда не было возможно, а теперь возможно. Ну, ну, несерьёзно всё это. Несерьёзно и так много, значит, составляющих дополнительных. Вот этот сценарий, я про него хотел рассказать, который называется «Паник-20». Значит, я даже вижу, как это будет выглядеть. Значит, на экране, значит, появляется COVID-19 во весь экран, потом 19 превращается в 20, как на календаре. А COVID-19, значит, буквки вращаются и возникает паник, тоже латинскими буквами. Сценарий написан, сейчас вот переводится, синопсис сегодня мне прислали, перевели. Там несколько сюжетных линий. Одна сюжетная линия – это такая американская семья, стандартная, где командир, конечно, жена, значит, и муж, не желая ссориться с ней, подчиняется ей, понимая, что иногда она совершает абсурдные, нелогичные поступки, но зачем ссориться ей. Тем более в Соединённых Штатах здесь это такая модель добровольного подкарблучника – это нормально. Это очень распространённая модель. Вот, и она, он добытчик, он, значит, ходит в магазин, и она, защищая здоровье детей, а, значит, изолирует мужем, всех заставляет ходить в масках, он там при детях временно не появляется. В любой момент он может заразиться и заразить, соответственно, детей, и она воспринимает всё это как чуму, холеру 21 века. Вот, ей это говорят, ей это говорят каждый день по телевизору, по радио, в газетах. Она такая доверчивая американка, всему верит. Вот, и... Ну, она любит своего мужа. И там вот это мне очень нравится, центральный момент – она его заставляет сексом заниматься в масках. Вот, они... Конечно, она там получает удовольствие, маска срывается, съезжает, она целует, муж любит его. Вот, но потом тут же одевает, вспоминая, так сказать, свою ответственность за семью, за того же мужа, за детей. Вот, и вторая сюжетная линия – это инверсия того, что здесь, так сказать, ну, вот стало обычным в фильмах, как-то учёный, там какой-то, всех предупреждает, его никто не слушает, он говорит, вот, взорвётся вулкан, или там будет наводнение, или там ещё что-то. А ему не верят, там, вы паникёр. А здесь инверсия, обратная ситуация. Все паникёры, все учёные говорят, что всё, конец, там, миллионы, 20 миллионов американцев погибнет. Он говорит, ребята, ну, это же не соответствует, так сказать, ситуации, реальности, что смертность действительно 0,1-0,2 процента. Вот. Они ему говорят, нет-нет, там, главный специалист при Белом доме сообщает, что, значит, надо ещё вот компанию устроить, борьбы с теми, кто называют это тривиальным гриппом, потому что это очень опасные люди. Вот. Следующая линия, ну, то есть, они там переплетаются, это политик, который, конечно же, использует ситуацию для того, чтобы поуправлять, порегулировать, посвятиться на публике. Вот. И такая, ну, теневая, что ли, ситуация, последняя линия. Это, значит, банкиры, которым представляется возможность управлять не миллионами, не миллиардами долларов, как там обычно по каким-то программам, не десятками миллиардов, редко, и не всем, не сотнями миллиардов, с очень не всем, а триллионами долларов. Ну, и, конечно, они вкладывают деньги в эту панику и в пропаганду защиты. Это же тоже вот реклама защиты общества, населения и продвижения паники. Ну, вот совпали. Вот. И конец, конечно, это вот то, что я сейчас там дописываю. Это вот история с Black Lives Matter. Это конец, так сказать, финал, который... Естественный финал, который является следствием пропаганды, следствием паники, следствием социального напряжения, следствием борьбы, скажем, с Трампом, который призывает открыть экономику, ему там все говорят, нет, мы еще не решили, когда откроем экономику. Ну, и там молодежь эта, которая должна была бы там учиться работать, естественно, оказывается на улицах и начинает грабить. Вот такой сценарий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова